Субтитры делал DimaTorzok Вы же тоже это видите, да? Время меняется, время стало быстротечно. И у нас неделя пролетает как три дня. Три дня прошло недели. Потому что человек своим биоритмом, он никак не может перестроиться до сих пор на то время, которое человеку создали. Новое время. Время жнатое. Время разорванного пространства. Но ведь не только сегодня это было создано. Посмотрите на часы Сальвадора Дали, которые называются «Постоянство памяти». Постоянство памяти, вероятно, может быть, то самое и имел Сальвадор Дали, когда писал «Постоянство памяти» 1931 год. А может быть, тогда как раз тоже разорвали время. И он имел в виду постоянство памяти, вот как мы сегодня с вами имеем память. В памяти мы понимаем, что куда-то время утекает, что это не то время, которое... То есть мы родились и выросли в одно время, а сейчас у нас другое время. И оно утекает сквозь пальцы. И вероятнее всего, как раз 1930 год, Сальвадор Дали начал писать картину, потому что видел, что точно так же время утекает. Зеркалятся цифры. Посмотрите, цифра 4, цифра 3 зеркальная, стрелки также зеркальные. А циферблат лопнул и крошится. И более того, из циферблата идут... Вьются, вернее, какие-то цепи. Цепи, которые улетают в пространство из нашей реальности. И, скорее всего, тогда сократились эти самые часы на 5 лет, на 5 часов в сутки, на 5 секунд, минут, часов. Посмотрите цифру 5. Она как раз так разрывает ее, эту цифру 5. И она частично уходит в пространство, частично еще где-то рядом с цепью зацеплена. Итак, время. Время разрывали не только сегодня, не только нам в нашем мире, но и давно тоже разрывали также время. Время в пространстве. Все разрывали. И этот разрыв, он не связан с науками. Друзья, с тех пор, все больше и больше, художник уходил в какой-то свой мистицизм. Сам Сальвадор Дали называл это ядерным мистицизмом. Да, несомненно, голова у него такая была странная и странно повернутая. И жена его, русская красавица Гала, которую он очень любил и везде ее писал. Но вот это время, которое он почувствовал, что оно разлетается, вот это и есть первый штамп разрыва времени через картины Сальвадора Дали. Когда вы смотрите на эту картину, вы видите, ну да, вы чувствуете, что может быть не так все легко и просто, что не так все, как это обозначено у Сальвадора Дали, вроде как и картинка, да, вроде как какой-то циферблат, но это придает тревожности восприятию человека. Теперь мы знаем, что время разрывается. Теперь мы понимаем, что время возможно разорвать, что время это нечто, что можно сократить, сжать, как шагриневую кожу и в то же время просто как пряник разломить. И все это влияет на нашу с вами жизнь. У человечества были возможности так влиять на время. Мы можем говорить, что тогда это было что-то, а вот теперь это вот это вот, да, то, что теперь у нас наибольший прогресс. Нет, сегодня мы в регрессии, сегодня наш ум идет к деменции, то есть мозг человека начинает расслабляться, мозг человека угасает, нет для него возможности работать, потому что с одной стороны сжатость, физическая сжатость эфира, времени наблюдается, а с другой стороны информация, которая еще остается, она ложная. И вот эта ложная информация, она, конечно, приводит в человеческий мозг к деменции, потому что так заложено, поды в ложную информацию вкладываются, чтобы именно человек пришел к полной деменции. И начнется Альцгеймер, как у многих старых людей. Кстати, очень интересная болезнь. Она на нечто указывает такое, о чем ученые не хотят говорить. Но это, мне тоже кажется, это такой в большей степени искусственный проект, который направленный на разрушение человеческого общества. И так Сальвадор Дали. Да, ему возможно было писать вот такие картины, потому что он чувствовал время. Немножечко другим органам он чувствовал время, не так, как сегодня люди смотрят на руку, на часы. И, как видите, тогда на руках не носили часы, носили в кармашке. Носили в маленьком специальном кармашке и на цепочке на красивой веселе часы. Да, это только богатым людям, но зажиточным людям было под силу. Обычному человеку нет. Обычный человек жил вне времени, вне пространства. Светухи запели, солнце встало, беги с поля. Что же касается, друзья, времени в большем объеме, если мы говорим, то есть мы говорим о дне. День у нас 17 часов, да? День 17 часов, время сократилось. С 24 сократилось до 17. Мне кажется, что вот эти годы военные, они еще больше сокращают время, и наши сутки улетают, знаете, как растворяются, просто растворяются в воздухе. Итак, сократилось с 24 наше время до 17 в сутки. Наш календарный месяц сокращается где-то порядка на одну треть. Сокращается календарный месяц. Это в ощущении суток. Но одновременно с этим сейчас хотят создать 13-й месяц. Змеевик. Когда-то он был, но время было растянутое, время было большое, а теперь это создавать будут заново, вмещать в рамки, то есть сокращая каждый месяц. Внедряют туда еще один месяц змеевик. Он был, но тогда это было гораздо большее время, захваченное каждым месяцем, а теперь это будут короткие промежутки, которые все больше будут скукоживаться, скукоживаться, как шагриневая кожа. Такое наше время. Слушайте, ну если кожа может сжаться, если кожа может скукожиться, ну почему время не может скукожиться? На кожу полейте кислоту, и время скукожится. А что же вы думаете, в пространстве, в эпире, временном нельзя найти химический состав какой-то, которым можно... Небо нам же пыляют, да? Так вот, возможно, это то самое и есть, когда время наше скукоживается. Спорить с кем-то, какой смысл? Мы видим, что творится что-то, что нам не слишком понятно. Мы это понимаем. Спорить не будем, друзья. Оно нет смысла спорить нам. Мы же видим, что время у нас уходит. Нет, не молодые или старые. Здесь не в этом дело. Дело в том, что время в реальном смысле буквально утекает у нас. И мы теряем, мы теряем свой возраст, свои умственные возможности, которые у человека, следуя биологическому ритму, разворачиваются в пространстве для жизни гораздо в больший период. А если период этот сократился, то умственные способности человека не способны уже развернуться в тот короткий отрезок времени, который ему дан. Не способность человеческого мозга развернуться в коротком отрезке времени влияет на жизнь человека, на сокращение жизни влияет. Почему? Потому что, когда мозг работает и работает очень активно, жизнь человека продлевается. Сама собой болезни отступают. Я вам всегда говорю, учитесь. Если вам 70, учитесь. Никогда не забывайте, вы продлите тем самым свою собственную жизнь. А если вы не учитесь, если голова у вас не работает каждый день в хорошем ритме, то жизненный цикл ваш, собственный, сокращается. Можно в это не верить. Зачем вам верить, друзья? Я предлагаю каждому. Каждому взять и написать небольшое сочинение на одну страничку. Как я провожу свой день. На что трачу часы, которые у меня есть. И вы посмотрите, теряли ли вы какие-то часы и куда оно утекло. Что вы успели сделать за день. И вот какое-то время назад я создавала ролик «Проверить кино времени. Разрыть пространство». Этот рассказ в дополнение к тому. Послушайте, очень интересно. Я Таня Карацоба, Сиидбурган. Сегодня 8 марта 2024 года. Спасибо всем, кто меня поздравил с праздником. Не важно, какой праздник. Не важно, справляю я его или нет. Важно, что вы поздравили меня. И спасибо тем, кто откликнулся на буси и тоже подарил мне донаты на 8 марта. Сегодня пятница, 13-е 2017 года. Вспомните сказку о золотом веретене. Принцессу колола палец веретеном и заснула на 100 лет. Было такое пророчество в отношении нее, когда злая якобы фея наделила ее такой судьбой, что она уколет палец и заснет именно от веретена. Король-отец тогда приказал сжечь все прялки и веретена в королевстве. Но все-таки предсказанная судьба не обошла принцессу и она уколола палец. Время рвется. Память у людей исчезает. Живут сегодня и вроде все помнят. На самом деле не помнят. Память подменена. Подменяется. Добрались эти шустрые хлопчики до управления временем. Именно это скрывали от человечества. Это не новые технологии, но они были скрыты от людей. Опасно давать людям решать свою судьбу. Сказка пророческая. Сказка-быль. Сказка для тех, кто умеет читать сказки. Более 220 лет назад случилось уже то, к чему готовит человечество сегодня. Разорвали время. Встали на перекрестке дорог течения времени и разорвали его. Все. Нет будущего, нет настоящего и нет прошлого. Что это значит для человечества? Да его просто не будет. Оно растворится на атомы и молекулы. А человечество потому скрывали историю реального возникновения человечества и потому рисовали древние красоты исторических, несуществующих тысячелетий, чтобы не испугать людей. А человек сам не хочет задуматься, где же захоронение от тех самых тысячелетий, где захоронение миллиардов жизней на земле, где кости. Вы представляете, сколько костей должно быть в вашей земле, когда поколение за поколением хоронится в земле, а костей нет. Мы знаем, что под Парижем 6 миллионов черепов. Но почему они там? Было много мыслей по этому поводу. Якобы болезни подкосили людей. Весь Париж выкосил чума. Но зачем инфиксированные черепа и кости хранить под большим городом? Ведь тогда существует опасность нового заражения миллионного города. А нет, лежат себе черепа и косточки в назидание потомкам. Только потомки все равно родились и выросли без памяти. Они как дети. Они не понимают, что их окружает. Народы поглощены выживанием, социальными проблемами. Вот Вторая мировая война оставила нам напоминание об этом. А вот то, что было до этого, ничего нет. где они? Археологи якобы находят скелеты гигантов, разрозненные, редкие. Но где-то от цивилизаций гигантов их в нашей Земле тоже должно быть большое количество, если это была цивилизация. А их нет. Или что, все улетели в космос на какие-то другие планеты? Да бросьте это же смешно звучит. Так что же происходит на Земле? Куда деваются люди? Прошлые цивилизации где? Нам объясняют вулканы, цунами. Да не надо брать людям. Все проще. Существуют установки. Установками, конечно, их трудно назвать, скорее всего, регуляторы времени, регуляторы хромополей. Они всегда существовали. Эти установки могут разрывать время, распылять человечество, очищать Землю от живых существ. Все растворяется, ничего не остается. Все, что живет, все, что создано руками человека, все, что выросло и родилось на Земле, все это может раствориться и уйти. Но бесследно, конечно, ничего не исчезает, как вы знаете. Может, обширные пустыни, это и есть остатки растворения во времени. Ведь большие земли занимают пустыни. Пустыни Каракумы, пустыни на Арабском Востоке. Это и есть, может быть, тот самый квантовый скачок, о котором так красиво рассказывают технари. Заморочить голову неграмотным в этих вопросах людям легко. Вот каждый человек и выделывается в интернет пространстве. Что он такой крутой и подготовил тело и душу пройти квантовый переход. Да если бы хотя бы кто-то из них представлял, что это такое, но все говорят об этом. Итак, на сто лет заснула принцесса вместе со всем дворцом, с собачками, с птичками, с лесом, с зверьем. Мы не знаем, через сколько лет наступает возможность возродиться человечеству. Явно одно, все подземные города и соединяющие их туннели строятся с целью укрыть в них элиту человечества. Тех, кто богат, ученых с хорошими мозгами, обслуживающий персонал, они спрячутся под землей в бункерах, и они думают, что это спасение. Возможно. А вся планета Земля замрет на какое-то мгновение. Время, как физический элемент, будет разорвано, лопнет мыльный пузырь, исчезнет наше время и вся наша цивилизация. кто-то отпустил время жизни на планете человечеству 258 лет. Этот кто-то остается жить в капсуле вне времени и пространства, чтобы через сто лет, а может быть и больше, заново посеять человечество на Земле. Генетически модифицированное и уже, конечно, другое, не такое, как мы с вами сегодня. Вы не верите, что все так просто. Вы не верите, что можете исчезнуть, раствориться и не оставить следа. Вот в журнале президент парламент правительства за 2008 год в статье, которая называется «Унижение страхом», я как раз описала тот период, где сказано о 258 годах, это находится вот здесь, 258 лет, тот цикл, который отпущен. человечеству. Журнал называется «Президент парламент правительства» и статья «Унижение страхом». Итак, с вами была сегодня я, Таня Карасуба, Селитбургхан. Сегодня пятница, 13-е 2017 года. «Институт с «б되едетет» Субтитры создавал DimaTorzok